Дорогие леди, приветствую вас на канале Леди Молодость. Я Инна Нефедовская. Делюсь с вами секретами красоты молодости и здоровья. Очень часто возраст женщины выдает нечеткий угол молодости и поплывший овал лица. Простые упражнения помогут вам корректировать эту проблему и стать моложе. Для этого давайте вспомним технику мьюинг. Чтобы выполнять технику мьюинг, нам нужно потренировать правильное положение языка. Для этого кончик языка мы ставим примерно отступая полтора сантиметра от передних зубов на верхнее небо. Спинку языка прижимаем полностью к верхнему небу. Это будет выглядеть вот таким образом. Это язык. Отступаем от передних зубов примерно полтора сантиметра. И таким образом укладываем кончик языка в такое углубление, которое там начинается. И спинка языка у нас полностью укладывается на верхнее небо. Для тех, у кого небо узкое, для этого вам предварительно нужно сделать техники из моего курса по ссылочке ниже этого видео. Итак, уложили язык на верхнее небо правильно. Делаем вдох и на выдохе надавили на верхнее небо. Попробуйте это сделать. Итак, вдох, отпустили. Надавили, отпустили. Вдох, надавили, отпустили. Еще раз. Вдох. Вы можете рот сомкнуть или чуть-чуть разомкнутый держать. Самое главное, чтобы зубы были разомкнуты. И правильное воздействие, когда вы языком не давите на передние зубы. То есть отступаем от передних зубов. И еще раз потренировались. То есть несколько раз таким образом сделали. А сейчас давайте полностью выполним все упражнение. Для этого нам нужно встать. Исходное положение. У вас копчик должен быть немного подкручен вперед. То есть ножки согнули в коленях. И копчик слегка раз подкрутили вперед. Значит попробуйте положение копчика назад и вперед. А раз выдвинули. Вот таким образом копчик у нас подкручен вперед. Для того, чтобы не было чрезмерного прогиба в пояснице. После того, как копчик подкрутили вперед, ручки разводим в стороны и начинаем поднимать наверх. То есть наверх просто вот так подняли. Подняли руки. Лопаточки стараемся свести сзади. Свести вместе. К позвоночнику. И теперь ручки прямые. Как будто вы сверху что-то ухватили и начинаете вниз это тянуть. Кулачки захватили. Начинаем тянуть через стороны. Следим за лопаточками. Ровно-ровно лопаточки у нас сейчас опускаются вниз. Вниз опустили. То есть вот наше положение. Вот максимально лопаточки сведены на спине. Почувствуйте. Вот в таком положении. Но ручки расслабьте, чтобы напряжения не было. Вот это рабочая поза. То есть в ней мы начинаем. Копчик подкручен вперед. Лопаточки максимально сведены. Грудь раскрыта. В этом положении мы будем поворачивать голову в бок. Делаем вдох. На вдохе поворачиваем голову вправо. В этом положении мы ставим язык на верхнее небо, как мы потренировались. И делаем надавливание. Надавили на выдохе. То есть голову повернули в бок. На вдохе. И на выдохе надавили языком на верхнее небо. Дальше делаем таких надавливаний 10 раз. Итак, делаем. Правильное выполнение техники. Давайте еще раз ее проверим. Правильно ли вы делаете. Когда вы голову повернули в сторону. И языком надавливаете на небо. У вас натягивается, растягивается. Вся нижнечелюстная зона, вплоть до грудино-ключично-сосцевидной мышцы идет натяжение. Вы даже можете почувствовать натяжение в грудных мышцах. То есть вот это правильно, если у вас такое натяжение произошло. Поэтому давайте сейчас правильно сделаем. Лопаточки свели. Копчик подкручен. Снимем голову в сторону и сделаем 10 правильных надавливаний. То есть вы ощущаете натяжение всей этой линии, вплоть до грудных мышц. То же самое повторяем в другую сторону. Еще раз можно ручки, чтобы лопаточки у нас правильно соединились. Соединили лопаточки. И поворачиваем в другую сторону. Язык установили. И начинаем делать 10 таких надавливаний. У вас рот может быть разомкнут, может быть немного сомкнут. Самое главное, чтобы зубы были разомкнуты. И правильное положение языка надавливаем на выдохе. И при этом ощущение натяжения всей нижней челюстной линии до грудной мышцы. После того, как сделали, давайте мы сейчас немножко все расслабим. То есть сначала мы сделаем лошадку. То есть потрясли, как бы такую вибрацию делаем, что у вас идет раструска всех тканей. Вот такая легкая головы, челюсть разомкнута. И еще делаем раструску ткани нижней челюстной линии. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И делаем вот такие легкие растирочные массажные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть по направлению к ушам. Послушайте ваши ощущения. Поделитесь комментарий ниже. От техники мьюинга у нас раскрывается весь центр лица. То есть у вас может быть распирание, быть в зоне носа. Это правильное выполнение. У вас придается объем лицу от этой техники. Кроме того, мы корректируем нижнюю челюстную линию, овал лица и угол молодости. И у вас ощущения в нижней челюсти тоже есть после этой техники. После того, как сделаете технику, спинку немного округлите, прогните, раскрылись. Еще раз. Округлите, потянули, раскрылись. То есть для того, чтобы полностью еще раскрыть грудной отдел. И вот такие несложные эти упражнения помогут вам сохранить угол молодости и четкий овал лица. А если вы хотите получить все упражнения по омоложению лица и тела, то переходите по ссылочке ниже видео и записывайтесь в онлайн курс. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А также приглашаю вас подписаться на мой канал в телеграм. Леди молодость. Ниже этого видео есть ссылочка на телеграм-канал, чтобы получать все секреты красоты и молодости первыми. Ссылочка на телеграм ниже видео. Переходим в описание и подписываемся.